Кто-то сказал обувь основополагающая мужского гардероба. Я склонен согласиться, особенно когда касается ботинок. Шикарно выглядящая пара ботинок может реально поднять уровень вашего стиля. И в сегодняшнем видео, господа, пять пар ботинок, и я подберу наряд каждой. Вы готовы? Начнем. Сперва, господа, позвольте представить ботинки, под которые мы будем подстраивать наряды. У меня в руках президенты. Передняя часть из цельной кожи, темно-коричневые классические ботинки. Они созданы на основе боевых ботинок. Запомните, что это очень крутые классические ботинки. Обычно их делают полностью из натуральной кожи. Боевые ботинки сделаны для удобства. Не только ходить, даже работать в них. И очень часто вы встретите более или менее прорезиненную подошву. Что мне в них нравится, так это кожа и дизайн. В них нет какой-то вычурной фантазии, никакого отдельного мысика. Вы просто видите этот стиль, качество кожи. Это тот случай, когда обувь говорит сама за себя. Следующая остановка – это ботинки чукка. Смотрите, какие высокие, до середины лодыжки. И только два глазка для шнурков. Иногда в чукках вы встретите три, может четыре, но в основном столько, сколько видите у меня. Что у нас далее – это задняя часть, расположенная поверх передка обуви. Она появилась очень просто от пустынных ботинок времен Второй мировой. Неплохо защищает лодыжки. Они из синей замши. Я знаю, что большинство мужчин ее опасается, но это погода устойчивая замша. Да, друзья, это зарегистрированная торговая марка. Это особенный вид материала, который очень устойчив к воде и изнашиванию. Я рекомендую выбирать замшу темных цветов. Большинство людей даже не знают об этом материале, но, по мне, это шикарная обувь. Следующая пара – это ботинки Челси. Итак, Челси очень просто определить. Обратите внимание, никаких шнурков, заклепок и ничего подобного. Вместо этого очень простой и чистый дизайн. Мне нравятся Челси, потому что их можно носить как поверх, так и под штаниной. Если вы посмотрите на них, на эту пару в частности, подошва довольно толстая и жесткая. Подходит для среднего запада, где идет снег, идет дождь. Отличная обувь для прогулок. Удобно и не скользит. Кое-что еще, Челси. Как они охватывают ногу. Эластичный с двух сторон. Вы также увидите, как на некоторых есть молния на одной стороне, но, снова, для меня это ботинки, которые легко надеть, легко снять. Следующие – капитаны. Это классические ботинки с одним большим изменением. Появился носок. Как только вы увидите носок Броги, это означает прошитый носок и сделано, чтобы привлечь больше внимания. Они определенно более повседневные. Далее цвет. В этих кожа Хорвин. Кожевинный завод Хорвин, сделанный в Чикаго, очень популярны благодаря их светлым оттенкам кожи. Также круто, что, когда вы начистите светлую кожу, вы можете добиться очень приятного блеска. Они становятся лучше с годами, и это отличное качество светлых ботинок. Я не лгу, заботитесь о светлых ботинках, они станут круче. Как только зайдете в помещение, вы обратите на себя внимание и получите комплименты. Пятые ботинки, которые рассматриваем, господа, командоры. Обратите внимание, что их стиль основан на обуви альпинистских скалолазов предыдущего столетия, о чем сразу же говорит их подошва. Она отлично от остальной обуви, потому что у нее нет пятки. Потому что так создается наибольшее соприкосновение с землей, что дает больше опорной поверхности и не дает вам поскальзываться и вам легче ходить. Итак, если вы ходите на работу, тратите много времени на метро, автобусы, вам будет очень удобно в них. С другой стороны, посмотрите выше. Обратите внимание, Д-образные кольца. Очень подходит для такого стиля. Господа, вся обувь, которую вы видели сегодня, находится на Сёздэй Бутс. Спонсоры сегодняшнего видео, и это отличная компания. Я рад им помочь. Уже полтора года я ношу и проверяю эту пару у меня в руках. И я могу сказать, они выдержали тест временем. Они шикарны. Я носил их на прогулках по Украине, наматывая километры по Киеву, по украинскому снегу и слякоти. Они были со мной в Таиланде. Я прошел 22 штата, гуляя по Гранд Каньону в них же. Это шикарные ботинки. В частности, три вещи, почему я люблю Сёздэй Бутс. Первое, это цена. Посмотрите на цены, друзья. Для качества материалов, которые они используют, и для самой работы, вы будете приятно удивлены, когда увидите цену. Второе, поговорим о долговечности. Как я сказал, я прошел в них очень много километров. Они устояли перед тестом временем. Они не развалились, потому что они используют технологии Goodyear Weld. Да, друзья, вместе с отличной ценой вы получаете подошву Goodyear Weld. Третье, что вы полюбите в этих ботинках, то, что они невероятно удобные. Они используют внутри пробку, в центре, вот здесь. И отличный шов внутри, так что ваша нога не соприкасается с кожей. И очень удобная отделка. Я нашел ее очень удобной в разную погоду. Некоторые могут забеспокоиться, что в них холодно. Я надеваю шерстяные носки в холодную для меня погоду где-то в минус 20 и отлично себя чувствую. И поэтому я считаю, что это отличные ботинки. Я горжусь таким спонсором. Загляните к ним, я оставлю ссылку в описании. Я ношу их ботинки и считаю, что у них вы совершите лучшую покупку. Ладно, друзья, теперь перейдем к нарядам. Наряд номер один. Начнем с темно-коричневых президентов, о которых я говорил. Этот классический дизайн я буду использовать для классического повседневного лука. Начнем с того, что подбираем к темно-коричневым ботинкам пару оливковых вельветовых брюк. Мне нравится этот выбор. Он подходит к времени года. Теперь рубашка. Простая белая или светло-голубая. Или Оксфорд. Свитер. Добавим угольный с V-образным вырезом. А теперь немного веселья. Примерим темно-синее пальто. Я уверен, что будет отлично смотреться этой осенью. Наконец, добавим какие-нибудь очки. Если вы их не носите, приглянитесь к темным клабмастерам. Но если вы их носите, выберите занятную оправу, включая те самые клабмастеры. У вас тут широкий выбор. Этот наряд получился хорош, да? Я люблю играть с цветом, люблю комбинировать, но перейдем ко второму наряду. Наряд для первого свидания. Помните, я показывал темно-синие замшевые чуки? Эти ботинки задают основной тон. Итак, что же нам надеть сверху? Ну, начнем с классических темных, хорошо сидящих джинсов. Убедитесь, что вы подобрали джинсы под свое телосложение. Не надевайте джинсы в обтяжку. Подберите хорошо пошитые для вашего силуэта. Если необходимо, можете остановиться и на прямом покрое. Остерегайтесь мешковатых джинсов, если вы не действительно большой парень и вам нужно больше пространства. Удостоверьтесь, что вы в томных, хорошо сидящих джинсах. Далее добавим светло-голубую клетчатую рубашку. Далее темно-зеленый кардиган. Что мне нравится в этом цвете? Как он отлично сочетается с синими замшевыми ботинками. В случае, если это не ваш цвет, можно выбрать серый или темно-серый. Теперь синий кожаный ремень. И, наконец, добавим пару темных очков. Как насчет черных вайфареров? Но не забудьте на свидании снять очки, когда вы будете где-то сидеть и беседовать. Итак, если вы так оденетесь, то вам повезет? Вот мне повезло, и я уже женатый человек. Итак, третий наряд, господа. Вернемся к классике. Итак, ботинки. Челси. Темно-коричневые, как у меня. Очень элегантные, которые вы можете спокойно носить. Покажу на примере комбинации с повседневным костюмом. Советую светлый шерстяной или же твидовый костюм. Да, он примет на себя немного внимания. Разбавим немного темно-синей водолазкой. Это не та комбинация, которая всем окажется по душе, но темно-синяя водолазка – это классика. Отлично подойдет бордовый карманный платок с рисунком. Это будет красочный штрих, который мы добавим в костюм. Наконец, темно-коричневый кожаный ремень. И четвертый лук в стиле бэт-боя. Возьмем капитаны. Помните, классическая пара светлых ботинок с прошитым носом. Я надеюсь, что ты все-таки начистишь ботинки, и тогда ты даже представить не можешь, какое внимание они к себе привлекут. И что же с ними носить? Начнем с пары сырых селведжей. Также можешь добавить немного деталей. Можешь подвернуть их, хорошо огладить. Этот деним будет смотреться шикарно. Следующий элемент – это белая рубашка. Вы также можете надеть Хенли, как вариант. Сверху у нас будет темно-синий свитер. И теперь, чтобы войти в образ бэт-боя, что отлично подходит к этим ботинкам, мы наденем коричневую кожаную куртку. Темнее, светлее, тут уже на свое усмотрение. И вечером эта куртка с такой обувью смотрится шикарно. И вишенкой на торте, господа, будет пара классических авиаторов. И пятый – наряд сурового путешественника. Итак, друзья, помните альпинистские ботинки и командоры? Так вот, берем их за основу, к ним подбираем пару крепких джинсов. От них требуется, чтобы вы чувствовали, как зашкаливает мужественность и сила. И снова, размер – главное в этих джинсах. К этому добавляете коричневый плетеный кожаный ремень. Затем или серую, или белую футболку с вырезом лодочкой. Вы можете надеть и с своеобразным вырезом, особенно если вы подчеркиваете ваше телосложение. Но большинству лучше придерживаться обычного выреза. Это обычная футболка, но главное, чтобы правильно сидела. Наконец, сверху наденьте оливковую куртку из вощеного хлопка. Убедитесь, чтобы был тот размер и рукава нормальной длины. Итак, друзья, мне реально интересно, какой наряд победил? Пишите в комментариях, пообщаемся. И если вам понравились эти ботинки или другие, которые показал в сегодняшнем видео, посетите Thursday Boots. Я оставлю ссылку в описании. Как я сказал, цена, долговечность, комфорт. Все, что вам нужно, вы найдете на Thursday Boots. Как я уже сказал, уже полтора года я ношу их обувь. Они мне нравятся. Это отличная компания. Я горжусь, что делюсь с вами. Это все, друзья. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok